Всем привет! Меня зовут Ян Симаков, я консультант автосалона RDM Import, я продолжаю вас знакомить с автомобилями, которые есть у нас в продаже. И сегодня это Mitsubishi ASX, очень интересный автомобиль, и сразу вам скажу, что он в идеале. Ну и сейчас про машину расскажу поподробнее. Немного технической информации, для тех, кто не знаком с данной моделью, эти машины бывают с моторами 1.6 литра, 1.8 литра и 2 литра, передний привод и полный привод. В нашем случае автомобиль с максимальным мотором 2 литра, у него 150 лошадиных сил, и он бензиновый. Плюс здесь полный привод. У Mitsubishi есть интересная система переключения полного привода, можно ездить на этой машине как на переднем приводе, так и постоянно на полном. Либо оставить все это в автоматическом режиме, ездить на передке, при пробуксовке переднего привода будет подключаться задок. В общем, автомобиль в этом плане очень интересный. То есть у нас 2 литровый мотор и полный привод. Комплектация здесь очень-очень приличная, но сейчас не об этом. Сейчас я вам расскажу про лакокрашенное покрытие этой машины. Чаще всего встречаются сколы на капоте, здесь этого нет. То есть здесь все в идеале, можно сказать. Бампер, капот, все в порядке. Часто бывают скольчики здесь, но здесь ничего нет. Единственный вопрос к этому автомобилю, это вот небольшая трещинка в бампере. Это вот все, что здесь имеется. Никаких больше претензий к этому у меня нет. Ну и сразу по комплектации. Наша машина с противотуманными фарами, то есть это отличительная особенность. Плюс здесь фары с линзами, здесь галогеновый свет идет. Идем дальше. Стекла здесь все оригинальные, с маркировками, все как положено. Этот автомобиль не бывал в авариях, с ним все в порядке. Кузов не повело. То есть вот смотрите, как открываются и закрываются двери. С приятным звуком и без усилий. Вот, все работает. Наша машина укомплектована литыми дисками. Они здесь на 17 дюймов. Диски здесь оригинальные. Именно Mitsubishi. Плюс установлена летняя резина Dunlap. Она отходит еще несколько сезонов. Очень хорошая, не изношенная. Ну и плюс у нас на крыше имеются рейлинги. Машина приятнее с ними смотрится. Ну и плюс еще можно багажничек сюда установить. Больше увезете. Вот. По боковой части, как с одной стороны, так и с другой, никаких претензий нет. По покраске все в идеале. Все в родной краске. Ну и так потихонечку дойдем до багажника. На пятой двери у нас есть сполирочек такой. И плюс еще на стекле наклеечка 4WD. Вот. Ну и на бампере есть противотуманный фонарь. И плюс ко всему наш автомобиль оборудован парктрониками на бампере. То есть при подъезде к какому-то препятствию задним ходом они будут пищать. И они уберегут вас от столкновения с другим автомобилем. Ну и сам багажник. Здесь пластик. Пластик в полном порядке. Никаких претензий к нему нет. Сам багажник. Сохранилась полочка. То есть она никуда не потерялась. Плюс ко всему на полу лежит резиновый коврик оригинальный. То есть прямо под этот багажник. Багажник достаточно вместительный. Плюс ко всему сиденья здесь складываются по частям. И под полом у нас запаска. Запаска здесь тоже на оригинальном диске. На литом диске. Она полноразмерная. Плюс есть пупырышки. Здесь по-моему она ни разу не доставалась отсюда. То есть как на заводе положили. Домкрат есть, баллонники есть. То есть все в порядке. Никуда не потерялась. Вот в общем багажник вот такой. Без каких-либо проблем. Там все есть здесь. Ну и смотрим салон. Здесь точно так же все в полном порядке. Салон тканевый, черный. Каких-либо порезов, потертости нет. В салоне не курили. Соответственно прожогов на ткани тоже нет. На дверях здесь совмещен пластик с тканью. Тоже без каких-либо нареканий. Все в полном порядке. Ну и идем дальше. Спереди. Все то же самое. На полу лежат оригинальные коврики резиновые. Вот этот как бы пластик. Он мягенький достаточно. Для этого класса автомобилей. Удивительно на самом деле. Машина недорогая. Но пластик мягкий. Ну и здесь вот подлокотничек на двери тоже тканевый. Без каких-либо проблем. На панели не имеется царапин. Ну как бы нареканий нет никаких. Заглянем в бардачок. Здесь у нас руководство по эксплуатации. Толстая книжка. Достаточно. Плюс. Есть сервисная книга. В которой указано все по ТО. То есть как автомобиль их проходил. Даты. Что делалось. Вся история автомобиля здесь имеется. Ну и здесь тоже наклеечка есть. ASX. 2 литра. Вин номер автомобиля. Кстати обратите внимание. Вин номер начинается с буквы J. Это говорит нам о том. Что автомобиль произведен в Японии. То есть в автомобиле японская сборка. Плюс ко всему. В ПТС это тоже прописано. Страна изготовителя Япония. Mitsubishi Motors Corporation. Ну и теперь посмотрим. Как выглядит место водителя в этом автомобиле. В общем вот место водителя. Руль в нашей комплектации он кожаный. Плюс есть подрулевые лепестки переключения передач. Фирменные Mitsubishi. Достаточно приятные и хорошо работают. Вот. На водительской двери у нас расположены кнопки управления стеклами. Здесь электропривод для них. Зеркала тоже на электроприводе. Ну плюс еще в нашей комплектации есть корректор фар. Здесь расположено управление. И вот эта кнопочка она отвечает за управление системой противобуксовочной и системой антисколежения. Ну что еще у нас. Здесь мы включаем противотуманочки передние, задние. Панель здесь аптитронная. То есть вот когда ключ вставляешь и запускаешь мотор. Кстати вот здесь пробег прописан 55 тысяч. Вот так мы поворачиваем ключ и загорается панель. Очень красивенько. Ну вот. Идем дальше. В комплектации нашего автомобиля есть MP3 проигрыватель. Вот сюда вы вставляете диск. Ну конечно же радио все это имеется. Вот. Управление климат-контролем. То есть здесь именно климат-контроль. Не просто кондиционер, а именно климат-контроль. И идем дальше. Вот как раз управление полным приводом. То есть сейчас автомобиль будет ехать только на переднем приводе. Так мы включаем автоматический режим. И так мы переходим на заблокированный привод. То есть мы постоянно будем на полном приводе ехать. И плюс еще комплектация нашей машины включает подогрев передних сидений. Вот так вот они расположены эти кнопочки. Здесь и у водителя. Ну и удобный подлоконничек есть. Вот. Руль конечно же с регулировкой. Водительское сидение регулируется по высоте в нашей машине. Кстати, вот обратите внимание. Над зеркалом есть такой маленький мониторчик. Когда вы едете назад, работает парктроник. И здесь прописывается расстояние. Вплоть до 10 сантиметров. Вот. Вот такой вот автомобиль у нас в салоне. Ну и осталось как бы рассказать только про двигатель. Сейчас откроем капот и все покажем. Все современные автомобили отличаются обилием пластика под капотом. Этот автомобиль не стал исключением. Двигатель прикрыт. Вот. В общем, тут как бы претензий нет никаких. Ремень менять не нужно еще. Отходит еще долго. Аккумулятор стоит достаточно большой, мощный. Заведется автомобиль в любой мороз. Нет каких-либо следов ремонта по кузову. На крышке капота у нас присутствует шумо- и теплоизоляция. Никуда не потерялась. Часто бывает, что она быстро портится. Здесь все в идеале. Вот. Ну и в принципе это все. Под капотом все окей. Никаких претензий не имеем. Вот. Можно его закрывать. Ну и подведем итоги. Mitsubishi IS-X машина 2010 года выпуска. С максимальным мотором 2 литра и 150 лошадиных сил. Плюс у нас есть полный привод. Машина произведена в Японии. И продавалась она в России в свое время у дилера. Сейчас этот автомобиль продается в автосалоне RDM Import. ПТС в наличии. То есть можно прийти в автомобиль, купить за полчаса и сразу на нем уехать. Машина такая не одна. Их достаточно много. Разные варианты имеются. Машина эта хорошая, как вы сами успели убедиться. Нет никаких претензий по салону, по кузову, по двигателю. Поэтому приезжайте к нам за своим новым автомобилем. Всем пока! Субтитры сделал DimaTorzok 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 DimaTorzok DimaTorzok